приветствую всех идем к лавану на объект там работает посмотрим чо он тут с дорожниками новый погрузчик у него ночи я блин такой он высокий блин или лесенки как-то у нас же вот тут здесь такие лесенки вот лесенки я просто поруч взял и так не продал, они лежат новые вот такие ребята колесики вот он сам крыло сделал таким макаром здесь так приспособил мне еще, товарищ крыль еще дает заднее вот тут плохо, что ящика нету с кондиционером ездит такое ощущение, как будто капот как-то больше да, пространство вот он его взял сразу нож установил все по уму вот эти колеса я у него забираю ураган он вообще новые ставит себе с мигалочками он сиденье еще хочет воздушку поставить тут родной стоит я сел сейчас в кабину что-то какое-то оно высокое и это говорит максимум уже не опускается ниже ладно такое коротенькое видео вот такие погрузчики что сейчас, 4 ляма с лишним 4,5 ляма уже с кондиционером приветствую, ребята, всех ну че, приехала ставить колесики ураган ван они лежат это Вован меня подогнал он он себе новое купил это тоже нормальная цель но у него раз новый погрузчик он и новые колесики взял решился оставить ураган ставить родную волну ну или клюшку там по той цене, которая сейчас она стоит это просто песец ладно, потом скажу о достоинствах этой резины и почему я ее не хотел ставить все, сейчас ребята переодеваются чай пьют короче, еще такой нюансик, ребята чтобы ураган ставить резину еще вот такие вставыши набалансируют наваливаются с двух сторон тут, тут и с правой стороны это для чего то есть меньше раскачка если больше без этих вставышей то лестницу колесом замнет нафиг, задевает это ограничитель ну, качание маятника балансира чтобы эту лестницу не задевало такие вот нюансики есть я не знаю можно, наверное, и без них но это вот делать с перекосами будете работать или что у маятника больше ход и колесо упрется просто в лестницу задерет все нахрен такая вот фигня все, мне сейчас там забортовывают уже попробую я эти колеса то увести на ковше ковше думал, манипулятор пожалу, товарищи ну, попробую тихонечко увезучи понедельник утро вот родной флиппер с этого суррагана оставлю родные флипперы они у них как-то щечки побольше и не морщинится а этот как-то морщится вот такие колесики и вентиль короче здесь вентиляны на колесах сюда не вставишь золотник такие камеры без золотника то есть надо это я купил еще эти добавочный вентиль ну как как и называют вставшие еще с золотником с клопочками чик-чик закрутил он длиннейший и уже с золотником столько проездил вчера в воскресенье магазину не работает кое-как нашел вот стоит родной флиппер так час прошел колесико стоит но моща товарищ меня дает крылья будем думать он тут задевает чуть-чуть резинка резинку надо кверху нити там у меня загнута задевать будет задевать чуть-чуть чуть-чуть задевает или как-то ее сюда отгибать маленько на той стороне еще ниже ну все два колеса стоят у ребят все приспособление зацепились за ковш поворотом я повернул сюда ковш до конца зацепились и ковшом оттянули все она встала четко с той стороны чуть поменьше ну там лесенку надо это видите лесенка затягивать надо вон она болтается а здесь болты уже до того они проржавели срезать надо эти болты хотели мы с братаном но что-то и новые ставить и лесенка поднимется нормально будет зазор там вот сейчас не видно наверное ерунда короче это я все сделаю выровняю вот видите вентиль нарощенный мне нравится что он немножко длинный не надо ничего думал у меня тут этот сальник ступицы текет колесо было сырое ну не сильно но как вот тормозуха бывает текет по колесу то же самое сейчас приехал сюда но я полчаса езды посмотрел колесо сухое ступицы сухая херно что это такое с гидравлики ну вроде сухо как бы ну это вот такое запотевшее это ерунда не знаю даже откуда 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 все сухо два колеса сразу скинули сейчас их чук-чук так вот проблема как мне эти колеса вести не входят они стоя ставить что ли стойня так-то ладно упакуем ну что грязь у меня тут давай день или позавчера я работал пару дней назад работал вроде погода-то сухая была дождь прошел вчера у нас ливень местами в городе подзатопило даже хороший ливень прошел местами где-то даже машины плавали все все что-то какой-то коллапс на территорию России надвинулся последнее колесо ставят раз-два-три уже есть оперативно ребята работают я с утра подъехал к 7 как договорились мы тишина спокойно прохладно ну солнышко прогревают уже жара обещается два с половиной часа ну короче они за три три с половиной часа это дело мне сделают так колеса я думаю что войдут два колеса лежа два колеса стоя все ребята вот так вот сложил два лежа два стоя ну подвязал еще одно колесо так прыгало болталось по кочкам и не скакать могут трос и веревочка еще все едем домой скорость ребятки скорость увеличилась возросла маленечко скорость больше стала но это естественно колеса же больше диаметра мощность мощности потерял мощность убавилась маленько а так мягко идет резина держит немножко даже некоторые кочки получше проглатывают но все равно прыгают колеса скачут очень аккуратно надо такое ощущение на первой на первой повышенной разогнался блин нифига думаю почти как на второй такой диаметр колес погрузчик сейчас на полметра выше стал не на полметра конечно но шучу я но очень высокий стал сейчас машины грузить высокие самосвалы вообще удобно будет потом расскажу о минусах этих колес плюсы минусы я уже просто поставил их еще ради контента очень много народу ураган 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 ну пожалуйста вот вам ураган поставил просили ураган нате ураган ну вот прибыли сейчас место посмотрю куда куда их ложить короче колеса два сезона отходили с половиной вот эти вот поменял ладно уже по многочисленным просьбам так скажем ураган ураган бортовая маслица как всегда это всегда постоянная беда блин ну что скажу по урагану поэтому немного помягче стал погрузчик ну выше помягче помягче где-то такие кочки что на этих скакал тут проглаты вот она проходит небольшие кочки есть но мягче скорость стала больше как я сказал диаметр колес увеличился скорость возросла мощность упала мощность упала потом эти колесики весят по 250 килограмм те в разы меньше блин то есть нагрузочка на коробку на коробку на редуктора на бортовые на редуктора нагрузка будет но если не насиловать спокойно работать нормально то все это в зачете потом в минусах всяко бывает в жизни колесо можно и пробить хоть какое можно и трамвайное колесо пробить его уже ты не разбортуешь некоторые какие-то приспособления делают есть но это такая херня от этой вон видите гвозди на этой резине по этим гвоздям я бы не стал ездить то есть не разбортуешь токов шиномонтажки то есть все колесо снимаешь вызываешь там манипулятор плечо грузишь и везешь ну конечно она умудрится пробить такое колесико но мы же живем в России для нас ничего невозможного нет так немножко попахивает вот этой резиной с той стороны там лесенка болтается надо крепление переделывать вот здесь трет видите я говорю мизица вон она болтается а нет она не трет не трет ничего я думал трет так вовчик попросил фотоотчет фотоотчет короче крылышки я уже нашел крылья меня отдает товарищ отдает забирает говорит сюда назад пластиковые крылья сделаю шарниры то есть думаю что будет такой выдвигаться задвигаться выдвинул вытащим или еще вариант чтобы откидывалась чтобы откидывалась сюда зацепил чем-нибудь щек защелкнул потому что надо постоянно смотреть у меня привычка я всегда в течение работы при выезде в течение работы когда приехал в течение работы все это я смотрю всегда ну что ж просто говорю на этой китайской резине зимой очень плохо да зимой очень плохо скользишь катаясь вправо влево плюс очень осторожно летом от планировки делать да что доедешь и не знаешь кабы где-то не прокололся а как неохота разбортовывать бывает когда проколись передок еще ладно если жопа прокололась все пипец подымать надо все наставлять домкратить еще прикипит она эта резина но есть маска шиномонтажная то есть такая как мыльная она хорошая штука советую промазывать диски и будет резина хорошо слазить вот надоело уже с колесами ну я бы не сказал что с этими колесами у меня проблем не было вообще с самого начала как купил этого 2-3 года назад да у меня где-то вот порез боковой на одном колесе это я сразу сразу новые и короче тут просто заплатку я поставил у меня там у меня заплатка или заварено даже а варил там заварено все и еще на одном колесе есть тоже маленький порезик небольшой тоже заплатку я там уже сам поставил ну можно и заварить на продажу я их выставлю за пол цены почти ну 50 процентов может меньше износа такие колеса если новые брать я говорю сейчас под полтинник они они не стоят таких денег но новые колеса года два можно на них кататься спокойно они нормально резина держит все то есть я на них два года катался проблем не знал потом все равно износ шор каждый чудо резина утончается износ немножко есть два миллиметра протектор еще вот остаточный то есть они еще сезона два походят спокойно все сейчас будем смотреть место куда их вывалить